Мораторий на снос требуют в Сочи обманутые покупатели. Мэр города встретился с собственниками незаконных новостроек. Без паники в Сочи прошли учения по ликвидации техногенной аварии. По сценарию на мясокомбинате произошла утечка мяка. Дизайн-код Сочи на курорте отсудили правила стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды, в том числе инструменты для уменьшения в городе визуального шума и хаотичной рекламы. Из Туманного Альбиона в южную столицу виртуозная пианистка Анна Денисова готовится в Сочи к своему первому выступлению с симфоническим оркестром. В Сочи обманутые покупатели и дольщики встретились с мэром города. На встречу, которая длилась около трех часов, пришли десятки людей. В том числе те, кто приобрел квадратные метры в домах, которые должны пойти по решению суда под снос. О чем договорились власти города и обманутые покупатели, расскажем в нашем сюжете. Зал Дома культуры Центрального района едва вместил всех пришедших на встречу с мэром. Это и обманутые покупатели и дольщики. Со вторыми дело обстоит проще, отметил Анатолий Пахомов. Дольщики покупали квадратные метры в домах, которые строились на законных основаниях. По разрешению на строительство и на земле предназначены для возведения именно многоквартирных домов. В списке проблемных сегодня осталось около 20 новостроек. Для 15 из них уже найдены инвесторы. Они достроят дома и проведут коммуникации. То, что касается 214-го, это железобетонное. Там есть разрешение на строительство. А значит, был проект, экспертиза проекта и все остальное. А сегодня мы сталкиваемся с самостроями, где проекта нет, экспертизы нет. И поэтому такое волевое решение – узаконить, а завтра дом сгорит, либо он завалится, никто не примет. С обманутыми покупателями дела обстоят действительно гораздо сложнее. Это люди, пострадавшие от мошеннических действий застройщиков, которые незаконно привлекали их деньги. Такие горестроители возводили дома на земле, предназначенные только для частных домов в три этажа. Так вырастали многоэтажки, зачастую небезопасные для жизни, с коммуникациями, рассчитанными на одну семью, а не на сотни квартир. Но, как ни странно, обманутые покупатели не винят застройщиков. А именно они сегодня фактически оставляют людей без крыши над головой. Люди просят мэра города держать ответ. У каждого органа есть свои и полномочия, и обязательства. У администрации города полномочия в градостроительном контроле отсутствуют. В земельном надзоре у нас только касается муниципального контроля, то есть муниципальных земель. Не может администрация Сочи и влиять на суды, забирать иски, как этого требуют обманутые покупатели. А вот подавать в суд на самозастройщиков мэрия не просто имеет право, а обязана. Таков федеральный закон. Те предложения популистические, которые иногда предлагают, ну, скажем, организаторы разные, они популистические. То есть они предлагают, пусть он заберет, скажем, исковые заявления, пусть он отзовет судебные исполнительные листы. Это невозможно, потому что это незаконно. Кто-то наговорил обо мне, ну, во-первых, вели их в заблуждение, что я могу вот так, как царь какой-то, да, взять и сказать, так, этому отдать дом, этого не сносить, этого же не может быть. Я чиновник, хоть и вышепоставленный чиновник, я чиновник. А это значит, что я могу действовать только в рамках действующего законодательства. В зале собравшиеся люди во мнениях разделились. Одни в большинстве своем обманутые покупатели квартир в самоволках против сносов. Другие – те, кто недоволен точечной застройкой курорта за демонтаж незаконных многоэтажек. Эти условия, которые у нас были построены во время Олимпиады, после, они не выдерживают построек новых многоквартирных домов. Канализации не держат, электричество не держат. Должны строить, начинать что сначала? Под станцией, потягивать себе воду и все остальное. У нас сначала строят, продают квартиры, а потом вся вот эта головная боль на кого? На местное население и на администрацию города Сочи. Обманутые покупатели требовали от городских властей пойти навстречу, не сносить дома. Анатолий Пахомов объяснил, в законе сегодня есть только один механизм. Пострадавшие от мошеннических действий застройщиков должны обращаться в суд с исками именно к горе-строителям и требовать от них вернуть деньги. Вы покупаете квартиру, пришли, вы что посмотрите? Есть право собственности у человека, значит все нормально, покупаете квартиру. И тут приходят приставы в феврале и говорят, что выходите все из дома, собирайте свои чемоданы и все, идите на улице живите. Мы будем стараться, я надеюсь, что все-таки суд примет правильное решение, не оставит людей на улице. И только суд может решить, сносить или не сносить дома, ответил Пахомов на реплику из зала с предложением к мэрии ввести в городе мораторий на снос. Я, как глава города Сочи, своих полномочий совершенно не против любого моратория, даже его поддерживаю. Это вы должны понять одно. Администрация города Сочи не занимается сносами и не будет ими заниматься. Этим занимается служба судебных приставов. Глава города Сочи совершенно не против любого моратория. Более того, я готов к тому, чтобы по каждому из ваших домов, те органы, которые имеют на это право, приняли решение. Любое. Встреча Анатолия Пахомова с обманутыми покупателями длилась порядка трех часов. В итоге было решено по каждому из проблемных домов создать отдельную рабочую группу и решать вопросы адресно. Сносов домов может и не быть, предполагает мэр. И это будет только судебное решение, основанное на заключении экспертиз. Дома должны быть безопасны для жизни. Ну и наверное, как я уже говорил, по всей вероятности нужна будет инициатива по изменению нашего законодательства. В том числе для того, чтобы в законном порядке все-таки найти пути решения для вот этих людей. Сегодня видит, как решить эту задачу только суд. А суд будет решать только в правовом поле. А правовое поле сегодня, к сожалению, не на стороне тех, кто есть. Анатолий Пахомов подчеркнул, что возможные уступки в сносах могут быть продиктованы только гуманным отношениям к обманутым людям, которые сегодня рискуют остаться без крыши над головой. Но между тем, позиция власти остается жесткой. Незаконным объектом не место в Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи официально стартовал финал конкурса «Лидеры России». Сегодня на торжественном открытии участников поприветствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для 300 лучших управленцев, которые попали в заключительный этап, сейчас начинается напряженная борьба за главный приз. 100 победителей получат год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Как отметил Сергей Кириенко во время своего выступления, главное качество лидера – не сдаваться при, казалось бы, непреодолимых препятствиях. Что и доказали те, кто прошел в финал кадрового конкурса. Для того, чтобы попасть сегодня в этот зал, каждый из вас должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев. И я вас хочу поздравить с тем, что то, что вы прошли в финал конкурса – это уже большая и заслуженная победа. А это, напомню, уже означает, что каждый из участников финала уже получает один миллион рублей на любую по вашему выбору программу повышения квалификации, обучения в любом российском учебном заведении. Но, знаете, наверное, самое главное здесь, что вы совершили уже очень важную победу внутри самого себя, над своими страхами, над своей неуверенностью или своей ленью. И вот эту победу вы точно совершили. В свою очередь, глава Кубани акцентировал, что конкурс лидера России – самый востребованный и популярный кадровый проект страны. И он показывает, насколько талантливо, амбициозна и ответственна сегодня молодежь. Для нас, для губернаторов, это вот та возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать сегодня экономику регионов, жизнь сегодня и завтра. Это принципиально важно. Не ошибиться в самом главном составляющем успеха – это кадрах. И сегодня настоящий конкурс позволяет нам находить вот те кадровые решения, которые еще вчера практически было сделать очень и очень сложно. Сегодня у вас есть старт на долгую, длинную дистанцию под названием «Жизнь». И вот, конечно, дальше уже жизненные критерии будут определять, лидером вы стали на этой жизненной дистанции, либо только на старте. Это все зависит от вас, от ваших возможностей. Друзья, вы нужны сегодня, нужны в регионах, конечно, нужны в рамках всей нашей огромной страны, потому что нам нужны сегодня те, кто умеет мыслить, кто умеет принимать решения, кто умеет работать не на действия, а на результат. Это сегодня те управленцы, которые приведут к экономическому успеху и свои регионы, и в целом страну. В этом году Краснодарский край лидирует по количеству финалистов среди субъектов Южного федерального округа. В заключительном этапе наш регион представляют 8 управленцев. Имена лидеров России будут объявлены 17 марта. Службы спасения Сочи сегодня отрабатывали слаженность действий при ЧАЭС, а именно ликвидировали техногенную аварию. По замыслу тактических учений на мясокомбинате произошла утечка аммиака. Локализация, ликвидация и обеззараживание очага химической аварии. Всю эту работу проводили порядка 200 сотрудников экстренных служб Сочи. Ко всему прочему, спасатели тушили возгорание, эвакуировали людей. По сценарию командно-штабных учений на Сочинском мясокомбинате произошел выброс аммиака в количестве одной тонны. По замыслу, если даже аммиак возможно выльется в дальнейшем, хотя радиус действия его небольшой, всего 600 метров, тем не менее мы должны обеспечить безопасность нашим жителям. Поэтому мы проводим учебную эвакуацию жителей одного из многоквартирных домов в пункт временной дислокации. Пункт временной дислокации находится в санатории Нева, который действительно готов сейчас к приему граждан. При выполнении задачи по обезвреживанию облака аммиака были задействованы службы спасения ЮРПСО, Кубань-СПА, служба спасения Сочи, Росгвардия, пожарная охрана, полиция, скорая помощь. На место прибыло и 50 единиц техники. В числе первых участия в ликвидации техногенной ЧАЭС принимали и сами сотрудники мясокомбината. На предприятии функционируют внештатные аварийно-спасательные формирования. Ну а химически опасное вещество на мясокомбинате используется в производственном процессе. Напомню, аммиак, бесцветный газ с резким удушающим запахом при выходе в атмосферу дымит и представляет угрозу как природе, так и населению. К слову, горожане, а именно жители микрорайона Донской, сегодня принимали активное участие в учениях, а именно в тренировке по эвакуации. Люди идут на контакт, прекрасно понимают, как это необходимо. Вы видели, как много людей задействовано. Они с удовольствием принимали участие, потому что это действительно необходимо. Одно это на слуху услышать, а одно прямо на деле вот это все увидеть и испробовать на себе. Организаторы, а это Управление гражданской обороны и защиты населения Сочинской мэрии, по итогам учений поставили высокую оценку, в том числе готовности предприятия к противодействию и ликвидации последствий техногенных аварий. В целом учения прошли согласно плану. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Подразделения аварийно-спасательных служб продемонстрировали слаженную работу. В Сочи проходит третий этап командно-штабных учений. Они уже прошли в Адлерском и Лазаревском районах. Теперь на очереди центр курорта. 15 марта в Сочи переменная облачность, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем 12-14 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив «Агропрома». Дизайн-код города. Сегодня в Сочи обсуждали, как улучшить на курорте качество городской среды и избавить олимпийскую столицу от хаотичной рекламы. В дискуссии приняли участие дизайнеры, архитекторы, урбанисты и все те, кому небезразлично то, какой будет городская среда Сочи. Дизайн-код, как рассказали организаторы, это правила и рекомендации, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. Так, например, этот документ объяснит, как размещать в Сочи вывески, рекламу, какими и где должны быть киоски, уличная мебель и освещение. Это продолжение работы по формированию в Сочи единого архитектурного облика. С другой стороны, дизайн-код – это инструмент для уменьшения в городах визуального шума, в том числе от светящихся и мигающих вывесок в разных стилях или от хаотичной рекламы, закрывающей фасады зданий и не позволяющей увидеть историческую застройку. Это не только предмет архитектурного вопроса, но экономического и психологического. Потому как то, как выглядит наша среда, влияет на то, как мы себя в нем чувствуем. Есть определенные исследования, которые доказывают эти вещи. Добавлю, что важную тему обсуждали в рамках проекта «Умный город». Концепцию внедрят в Сочи в ближайшем будущем. Проект «Умный город» предполагает интеграцию всех коммуникационных и информационных технологий с целью эффективного управления городской системой. Разгрузит Краснодар от пробок и доставит с комфортом до нужной станции. Речь идет о проекте городской электрички, который накануне в Москве обсуждали глава Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Для города-миллионника это транспортное решение действительно необходимое. Какие шаги уже сделаны в сторону наземного метро и как оно будет выглядеть, наши коллеги из Краснодара подробнее. По бархатным рельсам, минуя все пробки, так теперь добирается до Краснодара Ксения Борякина. На городской электричке со станции Афибская до Краевого центра студентка ездит на учебу. Путь, который порой измерялся часами, теперь сократился до 40 минут. Я пол первого курса ездила на автобусе. Я просыпалась намного раньше, часа за два, чтобы успеть приехать. И пробки были очень большие, особенно на Ливуновском мосту. Чем не альтернатива личному авто и пробкам, а главное с пункта А до пункта В можно добраться с комфортом, не теряя драгоценного времени. Всего же пригородно-городскими электричками ежедневно пользуются около 9 тысяч пассажиров. Самые популярные направления – станица Денска и микрорайон Пашковский, а также поселки Афибский и Ильская. В декабре прошлого года на эти маршруты вели дополнительные рейсы. Это логичное развитие проекта городских электричек, отметили тогда представители РЖД. Теперь жители кубанской столицы задаются вопросом, в какие еще районы придет электропоезд. Ведь городу-миллионнику, который иногда просто задыхается от 9-бальных пробок, необходимо новое транспортное решение. Можно обойтись без чего угодно, но опять же, это будет другой совершенно город. Это будет город, который будет вечно стоять в пробках. Это город, который будет абсолютно заторможенный и немобильный. Таким видит будущая Краснодара архитектор Алексей Тимофеев без новых направлений городских электричек. По его мнению, именно сейчас, когда город активно прирастает населением, нужны кардинальные меры. На такие в свое время пошла Москва. В столице движение пассажирских поездов открыли по МЦК, а позже ввели схему, которая позволяет соединить пригород и центр Москвы. Так называемые сквозные диаметры. Для того, чтобы в Краснодаре появился свой скоростной наземный транспорт, есть все предпосылки. Движение можно пустить уже по существующим железнодорожным путям. В любом случае, он готов принципиально в том отношении, что железнодорожное сообщение через Краснодар есть. То есть, эти пути, коридоры внутри города, что режется труднее всего? Труднее режется по-живому, труднее сносить. Труднее сносить дома, чтобы проложить такую ветку метро и так далее. У нас этого делать, слава Богу, не нужно, по крайней мере, в глобальных масштабах. Поэтому в этом отношении город, конечно, готов. Так называемый проект наземного метро начали активно обсуждать после запуска железнодорожного обхода Краснодара. Его официально открыли в феврале этого года. По новой 65-километровой ветке теперь следует весь транзитный грузопоток, минуя город. Вениамин Кондратьев тогда отметил, что новую инфраструктуру используют грамотно. Путепровод позволит развивать систему пригородного транспорта, а также поможет связать с центром отдаленные районы. Прошло чуть больше месяца, и перспективы развития наземного транспорта в Краснодаре обсуждают уже на федеральном уровне. Накануне Вениамин Кондратьев встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. В обсуждении также приняли участие заместитель главы региона Андрей Алексеенко Игорь Голась, а также мэр краевой столицы Евгений Первышев. Губернатор рассказал о необходимости проекта городской электрички и обратился к Олегу Белозерову с просьбой создать рабочую группу при поддержке транспортной компании. Для нас принципиально важно сегодня при вашей поддержке решить вопрос, стратегически важный для развития Краснодара, его транспортной составляющей, транспортной логистики – это возможность создания наземного метро. Возможность появилась потому, что, опять-таки, при вашей поддержке реализован проект объезд железнодорожного транспортного узла Краснодара. И те сегодня возможности, которые нам предоставляет существующая железнодорожная транспортная инфраструктура, может позволить нам кристаллизовать проект транспортного метра. Потому что, на самом деле, он значим сегодня для Краснодара. Электрички свяжут и прилегающие районы к краевому центру, и микрорайоны самого Краснодара между собой и с центром Краснодара, что по себе и создаст такой каркас железнодорожного транспорта, тех самых электричек, которые позволят нам сегодня отчасти расшить проблему транспортную. Поэтому есть, возможно, под вашим контролем создать рабочую группу, которая поэтапно подойдет к реализации данного проекта. Полностью поддерживаю возможность создания такой группы, совместной рабочей. Думаю, что мы в рамках работы этой группы обсудим и возможность расшивки внутри Краснодара. И, как вы сказали, посмотрим, как может быть улучшить ситуацию с пригородным движением в целом, где мы могли бы найти наиболее оптимальные варианты по ускорению движения. Специалистами разрабатываются маршруты движения городских электричек. Вот некоторые из них. Первый этап свяжет между собой станицу Новотитровскую и Северский район с центром Краснодара, а также северную часть города с Восточной. Во втором этапе стоит задача связать станицу Динскую с центром Краевой столицы. А третий этап коснется сообщение между аэропортом и Услабинским районом. Это не просто способ перевести людей. Это способ увеличить транспортную доступность, а значит повысить производительность труда за счет сокращения времени. Это способ повысить трудовую мобильность, а соответственно более рационально использовать рабочую силу. И в конце концов это способ повысить доходы от транспортной отрасли в том случае, если этот проект будет реализован комплексно. Планируется, что наземные ветки пустят по существующим железнодорожным путям, а также рассматривается возможность строительства новых. По обозначенным направлениям пустят поезда «Ласточка». Для обслуживания из красных электричек возведут депо. Специалисты уже отмечают, будущий проект, который не боится пробок и томительных остановок, станет скачком в транспортном развитии краснодарской агломерации. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец и Виктор Чаусов. Кубань-24. Москва. Краснодар. Клавиши и оркестр. Впервые виртуозная пианистка Анна Денисова выступит на одной сцене с Сочинским симфоническим оркестром. Концерт состоится в пятницу в зале органной и камерной музыки, а сегодня заключительная репетиция перед выступлением. Лауреат международных конкурсов Анна Денисова в свои 24 уже выступала и на российской сцене, и за рубежом. Талантливую пианистку отметили в артистическом центре «Ямаха». Как известно, он всегда поддерживает молодых музыкантов и пригласил дать единственный концерт в Сочи. Поступать Анна будет с Сочинским симфоническим оркестром. Сегодня была вторая репетиция с коллективом. Конечно, оркестр был очень ошарашен и приятно удивлен такой умелой молодой солисткой, которая вчера на первой репетиции показала просто высший класс. Показала великолепное владение инструментом, знание Прокофьева, знание стиля, прекрасную технику показала. Оркестр, конечно, тут же оценил. Теперь оценить талант Анны Денисовой предстоит сочинцам. Она признается, любит выступать и перед российским зрителем, и перед зарубежным. Самое главное, чтобы люди любили музыку. А представит она публике симфоническая эскерция Поля Дюка, ученик Чародея, концерт Сен-Санса номер два для фортепиано с оркестром соль минор и общепризнанный шедевр фортепианного искусства 20 века, третий концерт Сергея Прокофьева до мажор. С оркестрами талантливая пианистка выступает с шести лет. У меня обнаружили абсолютный слух, когда я пела песенки Любе, группы Любе, и пела достаточно чисто. И поэтому меня отдали. Хотя я изначально хотела заниматься на скрипке, меня брали на скрипку, меня взяли в несколько главных музыкальных школ. Мама сказала, в днесинку в том числе, мама сказала, нет, мы будем играть на фортепиано. Вот мы и играем уже столько лет на фортепиано. Анна Денисова закончила с красным дипломом центральную музыкальную школу в Москве при консерватории. Саму консерваторию продолжает учиться в Англии, куда ее пригласили три года назад. Сейчас заканчивает Северный Королевский колледж в Манчестере. Но уезжать не собирается, там же обучение продолжится. Параллельно с концертами из Сочи с Олеской Денисова летит в немецкий Гамбург, а оттуда в Лондон, где 28 марта очередное выступление. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Билайн на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах новости Сочи и ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ